Я приветствую вас, уважаемые моделисты. Продолжаю сборку модели автомобиля DeLorean в масштабе 1 к 8 от издательства EagleMoss. Эта серия будет посвящена сборке электроники. На данный момент у меня есть практически все компоненты, за редким исключением. Так что можно начинать сборку. Сразу хочу поблагодарить Артема, который залил в мои Ардуинки скетчи, а также написал ясную доходчивую схему соединения всего этого ужаса. Сам бы я не осилил. Прежде чем начать паять провода, я сделаю несколько минусовых шин, так как минусов будет много и в Ардуино все их припаять не получится. Возьму планку от Ардуино Нано, подожму ножки и обмотаю медной проволокой, предварительно убрав с проволоки лак, и после пропаяю. Проверю качество пайки прозвоном. Сборку можно делать монтажными проводами, но я принял решение выпаять все пины из плат и припаять провода непосредственно к платам. Во-первых, это займет не так много места, и во-вторых, будет меньше шансов получить плохой контакт. Монтажными проводами сделаю только минусовые провода на общей шине. Прежде чем припаивать провода к экрану, нужно его интегрировать на заднюю стенку салона. Сам экран немного меньше по высоте рамки. Размечу место для выреза посередине, то есть пустыми останутся два нижних ряда и два верхних. В любом случае это лучше, чем два зеленых светодиода по умолчанию. Вырезы в отверстие немного промахнулся. Нужно будет левую сторону выреза нарастить листовым пластиком. Карандашом размечаю внешние границы, чтобы не вылезти за них, когда буду прокрашивать под рамкой. Далее припаиваю провода. На плате экрана четыре контакта. Припаяю четыре отрезка провода. Я взял с большим запасом. По факту хватит и отрезка около 8-10 см. Перед пайкой провода залуживаю. Использую самодельный флюс, растворенный в спирте канифоль. Каждый провод подписываю. Ардуино Мега размещаю на месте штатной платы. Нано на противоположной стороне. Далее соединю эти две платы тремя проводами. В нано припаиваю три провода к контактам А0, А1 и А2. Для лучшего размещения Ардуино нано срежу два выступа. Теперь припаиваю три провода, идущие от нано к контактам на плате Мега. Паяю следующим образом. Контакт А0 на плате нано к контакту D24 на плате Мега. Контакт А1 на плате нано к контакту D25 на плате Мега. И контакт А2 на плате нано к контакту D26 на плате Мега. В принципе все это можно посмотреть на схеме, которая будет в описании к данному ролику. Начало положено. Теперь вклею кран на суперклей, и сверху заклею липкой лентой из набора DeLorean. Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы наверное обратили внимание, на стенке отсутствует конденсатор потока, который я приклеил в одной из предыдущих серий. Мне пришлось его выломать, и извлечь из него плату для перепайки. С платы убрал плюсовой провод, и добавил 5 проводов от контактов светодиодов. Провода также подписываю. Перепаяв, вклеиваю плату в корпус. Так как мне пришлось извлекать плату путем выпиливания задней стенки, зафиксировать ее получится только с помощью добавления проставок из листового пластика. Фиксирую плату суперклеем. Проверяю правильность размещения платы. Просовываю провода в отверстия и приклеиваю корпус конденсатора потока к задней стенке салона. Проверяю правильность размещения платы. После того, как приклеил корпус конденсатора потока, можно соединить верхнюю часть задней стенки с нижней. Со стороны салона пока ничего не соединяю. Это сделаю позже. К контактам с маркировкой GND на плате нано припаяю два провода, которые пойдут на минусовую планку. К минусовой планке подключу минус отплаты конденсатора потока. Продолжение следует... Провода отплаты конденсатора потока. От контакта PB0 припаиваю к контакту D3 на плате Arduino Nano. От контакта PB1 к контакту D5. От контакта PB2 к контакту D6. От контакта PB3 к контакту D9. И от контакта PB4 к контакту D10. И все это на плате нано. Припаиваю провода экрана по следующей схеме. Провод от контакта SDA на плате экрана припаиваю к контакту A4 на плате Arduino Nano. Провод от контакта SCL на плате экрана к контакту A5. Провод от контакта VCC на плате экрана припаиваю к контакту 5V. И провод GND идет на минусовую планку. Чтобы его надеть на пин, припаиваю штекер к проводу. Следующее, что я сделаю, это отпаяю все пины и зажимы атмосфета. И припаиваю провода вот по этой схеме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приклеиваю стартер синего неона к задней стенке. Теперь нужно переделать батарейный отсек. Сам отсек для батареек я демонтировал, так как питание будет внешнее от блока питания 12V. Вырежу отверстие для гнезда штекера блока питания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из отсека также вырезаю все лишнее. Плату с инфракрасным приемником установлю на крышку батарейного отсека, предварительно вырезав для него отверстие. Припаяю провода по схеме. Продолжение следует... С платы MP3 выпаиваю пины и припаиваю провода по схеме. Продолжение следует... Чтобы определить полярность динамика, нужно приложить к контактам источник питания. И если мембрана отрабатывает наружу, то полярность правильная. Если мембрана втягивается, то полярность неверная. На видео не особо видно, как отрабатывает мембрана. Динамик вклею в батарейный отсек, и чтобы избавиться от лишних шумов, вклею через проставку из поролона. Плату MP3 приклеиваю к крышке батарейного отсека. Установлю карту памяти с файлами. Продолжение следует... Продолжение следует... Как перепаивать задние фонари можно посмотреть в одной из предыдущих серий. Закрепив провода, проверю работоспособность. Все работает. Заклею контакты на плате изолентой, чтобы не было короткого замыкания от соприкосновения с кузовом. Далее высверлили имитацию лампочек и вклею на их место светодиоды. Чтобы они влезли в отверстия, светодиоды немного нужно сточить. Для этого использую шуруповерт. Штатные кнопки я использовать не буду, так что этот ящик нужно немного переделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом серию я закончу. Надеюсь серия вам понравилась и вы отблагодарите меня лайком. Конечно без Артема у меня вряд ли что-то получилось бы. За помощь Артему огромное спасибо. И с его разрешения по ссылке на облако, которое будет в описании к этому ролику, я оставлю скетчи, схемы и другие файлы, а также ссылки на используемые компоненты. В следующей серии я продолжу переделку данного короба, переделку электрической части и многое другое. И чтобы все это не пропустить, подписывайся на канал. На этом все. Лайки, комменты под видео. До скорых встреч на канале Армия в масштабе. Продолжение следует...